Если спросить у гугла, какие лучшие горнолыжные курорты в Болгарии, то получим в ответ список из более чем 10 курортов на выбор. И тут вы такие сразу, ого, да ведь это же прям как настоящие Альпы. Ну, Альпы не Альпы, но покататься точно есть где. А раз так, то предлагаю познакомиться со всеми ними подетальнее, сравнить курорты между собой и выбрать, какой же лучше подойдет именно для вашего отдыха. Ну что ж, погнали в Болгарию? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, если подетальнее присмотреться к этому списку курортов, то можно разглядеть, что в реальности не все так страшно. По сути, если не считать совсем уж мелкие горнолыжные поселки, то на выбор туристу останется всего три курорта. Это Банско, Боровец и Помпорова. Ну, о, пусть будет три с половиной курорта. Поэтому выдыхайте. Наш обзор сегодня будет не многочасовой лекцией, а скорее легким и достаточно увлекательным путешествием. Если вам такой формат обзора по душе, то пора приступать к знакомству. Болгария необычайно красивая и сильно недооцененная в туристическом плане страна. Прекрасное расположение подарило Болгарии все необходимое для развития туристического бизнеса. Многие наверняка уже слышали или даже бывали на ее Черноморском побережье. Но далеко не каждый знает о том, что 70% страны составляет вовсе не побережье, а горы и холмы. Болгарские горы по высоте находятся на третьем месте в Европе после Альп и Пиренеев, что в свою очередь позволяет стране активно развивать горнолыжные курорты. Болгария может похвастаться не одним, а сразу четырьмя крупными горными массивами, каждый из которых по-своему интересен и уникален. Четыре горных массива, четыре курорта. Ну что ж, пора присмотреться к ним поближе. А начнем мы знакомство с той самой половинки горнолыжного курорта Витоша, который раскинулся в одноименном горном массиве на восточном склоне вершины Черневрых. Не совсем полноценный курорт считается из-за того, что это скорее просто небольшой набор трасс, но не полноценный горнолыжный центр в классическом его понимании. Все дело в том, что расположен Витоша не где-то далеко в горах, а непосредственно в самой столице. Да-да, нижняя станция подъемника начинается прямо из черты города, всего в трех километрах от ближайшей станции метро. Столь дивное расположение – это одновременно и жирный плюс, и печальный минус для курорта. С одной стороны, находясь в столице, доступ к слонам Витоша сильно облегчен для туриста. Лыжникам не нужно тратиться на жилье, на досуг и дорогие бары. В Софии найдется все необходимое, а потому с поиском развлечений точно не возникнет проблем. С другой стороны, раз туристы не сорят здесь деньгами, то и инфраструктура не спешит развиваться. Формально здесь найдется аж 12 подъемников и 13 трасс протяженностью 30 км. Две черные, четыре красных и семь синих. Но в реальности все несколько не так. Трассы оборудованы на троечку, да, их час от часу ретрачат, но вот к примеру искусственного снега вы здесь уже не найдете. Из-за чего сезон на курорте довольно короткий – с конца декабря до конца марта. Подъемники, как правило, древние, в основном будильные. Причем половина их обычно и вовсе закрыта. Начинается знакомство с курортом с подъема на вершину на 6 км в гондольном подъемнике, который закинет вас на солидную высоту 1800 метров. Ну а там, наверху, туристу уже предстоит выбрать подходящую трассу. Блин, как же меня бесят эти плоские карты гор. Вам тут что-то понятно? Вот мне нет. Поэтому по традиции я намалевала простенькую, но объемную карту всех курортов. Надеюсь, благодаря 3D схема склонов для вас станет более понятной. Белым цветом я обозначила подъемники, ну а дальше все по стандартной классификации. Зеленые трассы самые легкие. Синие в средней сложности, красные для опытных, черные для самых профи. Ну еще встречаются всякие технические пешеходно-лыжные маршруты. Их, как правило, обозначают оранжевым. Классической интерактивной карты на сайте курорта вы, к сожалению, не найдете. Онлайн покупки эскипасов тоже нет. Ну вот, хотя бы онлайн камеры и табло со списком работающих подъемников. Уже что-то. Твердую троечку сайт, пожалуй, таки заслужил. В общем, Виташа хоть формально и полноценный курорт, но рекомендовать его для путешествий я, пожалуй, не стану. Заехать сюда, конечно, можно. Прогуляться по лесу, поиграть в снежки, ну и, конечно, немного покатать. Но это скорее компромисс для тех, кто соскучился по лыжам, но при этом не желает надолго покидать Софию. Поэтому, прощай Виташа. А мы погнали дальше знакомиться с самым королевским курортом Болгарии. Буровец – это жемчужина Рильского горного массива. А еще это самый старый лыжный центр в стране. Курорт был основан еще в 19 веке, как место отдыха для болгарских царей и знати. В этих лесах любили охотиться царь Борис III и кайзер Вильгельм. Буровец находится в 73 километрах от Софии, на северных склонах горы Рила. Поэтому добраться сюда из столицы максимально просто. Часок езды и вы на месте. В теплый сезон Буровец – это небольшое болгарское село с населением менее 100 человек. Зимой же местность оживает и наполняется туристами. Основная жизнь крутится вокруг роскошного отеля Рила. В 2019 году отель прошел серьезную реновацию и теперь готов радовать туристов комфортными номерами с альпийским дизайном. И также неплохим спа-центром с панорамной крышей. Подъемники начинают свой путь прямо от его дверей. Поэтому, если бюджет позволяет, то Рила – это оптимальный выбор для поселения. Если же нет, то Букинг наверняка поможет вам подобрать жилье на любой кошелек. На выбор найдется более 50 различных отелей, которые способны принять в сумме свыше 15 тысяч туристов. Весьма недурно, как для маленького поселка. Курорт довольно неплохо развит, поэтому с поиском развлечений в виде баров, ресторанов и дискотек проблем возникнуть не должно. Но давайте вернемся к основной его изюминке – горнолыжным трассам. Буровец считается самым большим лыжным курортом в Болгарии. Он может похвастаться отличными широкими трассами, современными подъемниками и системой искусственной генерации снега, благодаря которой сезон катания здесь достаточно долгий. Он открывается в ноябре и закрывается аж в мае. Общая протяженность трасс 58 километров с перепадом высот в 1200 метров. Ну а для любителей фрирайда настоящим вызовом является спуск с вершины горы Пик Сталина. Такое стрёмное название в 50-х годах носила самая высокая гора Болгарии. Слава Богу, в наши дни ей вернули историческое имя – Мусала. Высота красотки – 2925 метров. Курорт поделен на три раздельные катальные зоны. Вот так приехал вроде на один курорт, а в результате получаешь аж три. Самая высокая и интересная зона – Маркуджик. Трассы тут короткие, но с перчинкой. Ястрепец – зона для профи. Она представлена одной черной трассой и четырьмя красными. Зона для начинающих – Синятниково. Тут находится длинная 5-километровая зеленая трасса – Синятниково-Ски-Вэй. Кстати, самая длинная трасса на курорте – Мусала-Пас-Вэй. Это комбинированный по сложности спуск протяженностью аж 12 километров. По ней с самой вершины можно спуститься непосредственно к первому подъемнику. Всего на курорте 8 зеленых трасс, 6 синих, 11 красных и 4 черные. По склонам туристов развозят 12 подъемников, 1 гондольный, 4 кресельных и 7 бугельных, которые обладают внушительной суммарной пропускной способностью в 10 тысяч пассажиров в час. Но учитывайте то, что, как правило, единомоментно все вместе они не работают. Поэтому не ленимся и заглядываем на официальный сайт курорта. Тут вам и веб-камеры, и онлайн-информация о подъемниках, и вполне неплохая интерактивная карта трасс. Не 3D, конечно, но зато со всеми необходимыми пометками. Помимо сайта, актуальную информацию можно черпать и через официальное мобильное приложение MyBorovets. В нем же можно и пополнять купленные скипасы. При онлайн-оплате получаем 5% скидки. Мелочь, а приятно. С ценами в Болгарии все довольно просто. Скипасы на день обойдутся вам порядка 40 евро. Большой экономии при покупке на несколько дней не предусмотрено, поэтому имха лучше оплачивать их подневно. Комплект ботинок, лыж и сноуборда будут стоить порядка 17 евро в день. Муж на час, то есть инструктор на час, это еще плюс 40 евро к бюджету поездки. Но самое интересное, что на всех остальных курортах порядок цен почти полностью идентичен. Прям сговор какой-то. В общем, если вы планировали выбирать курорт по цене, не выйдет. Бюджет везде плюс-минус одинаковый. Кстати, в мире Боровец считается достаточно известным курортом. Здесь прошли два мировых и 12 европейских кубков, а также многочисленные соревнования по лыжным альпийским дисциплинам. В 1993 году в Боровце проходил чемпионат мира по биатлону, а в 2016 году проходил Кубок Европы. Благодаря всем этим соревнованиям в наши дни лыжный центр Боровца может похвастаться парочкой лыжных трамплинов 50 и 75 метров. Помимо отличных склонов, данный регион способен порадовать вас и другими развлечениями. К примеру, вы можете посетить расположенный неподалеку легендарный Рильский монастырь, ну или прогуляться в заповедную долину Семирильских озер, про которую у меня, кстати, есть отдельное видео. А еще вам наверняка захочется заехать в поселок Сапарева баня. Во-первых, тут расположен самый горячий гейзер в континентальной Европе. 15-метровый фонтан, разогретого до 104 градусов кипяточка, точно не оставит никого равнодушным. А в 100 метрах от гейзера находится и другая изюминка региона – термальный комплекс Котвата, в горячей бассейне которого так приятно окунуть уставшее тело после долгих лыжных покатушек. Но про данный комплекс я, пожалуй, детальнее расскажу уже в следующем видео. А пока предлагаю вернуться к нашему обзору. Из Боровца наш путь лежит к самому молодому и тусовочному курорту Болгарии. Банска – это вам не какое-то село. Банска – это полноценный город с населением порядка 13 тысяч человек и удалением от столицы всего на 155 километров. Поселение было основано у подножия Перинского горного массива еще во времена Римской империи. Город может порадовать туриста красивыми видами, уютными улочками и старинными зданиями. Но это все про город. А вот как курорт, Банска раскрылся всего 40 лет тому. Горнолыжный отдых быстро развивался, а старых курортов уже не хватало. Поэтому выбор инвесторов пал на Банска. Горнолыжный сезон здесь стартует с середины декабря и продолжается до середины апреля, чему способствует устойчивый снежный покров двухметровой толщины. Но еще бы, ведь Банска расположен на склонах одной из самых высоких гор Болгарии – Тодорка, 2746 метров. Плюс, само собой, магия долгого сезона не обходится и без современной системы искусственного снега. Самый молодой курорт Болгарии может похвастаться самыми современными инфраструктурными решениями. Вот даже такие интересные кресельные перекрестки имеются. Все на международном уровне. Как зимний курорт Банска прославился в конце 80-х. Случилось это не без помощи иностранных лыжников, которые искали недорогое и незаезженное место для лыжного спорта. Благодаря обильным инвестициям из Западной Европы регион быстро развился и сейчас считается самым популярным горнолыжным курортом Болгарии. И даже больше. В 2016-м Банска получил престижную премию «Самый бюджетный горнолыжный курорт в мире». В 2017-м вошел в список «Топ-10 лучших направлений в мире на зимний сезон». В том же году еще и седьмое место в рейтинге «10 лучших горнолыжных курортов мира». А еще вот уже 10 лет подряд Банска неизменный победитель премии «Лучший горнолыжный курорт Болгарии». Вы скажете, ну все, на этом видео можно заканчивать. Лучший горнолыжный курорт Болгарии найден, но не все так просто. Знаете, какая обратная сторона у всех этих наград? Правильно, избыток туристов. Банска также считается самым перегруженным курортом Болгарии. Если вы любите стоять в очереди на подъемнике по 2 часа, то приезжайте в Банска в высокий сезон. Здесь это суровая реальность. Но не отчаивайтесь, даже и из этой передряги можно выкрутиться. Правда, об этом я расскажу вам чуточку позже. Сам город Банска, давший имя курорту, находится на высоте 930 метров над уровнем моря, а вот зона катания начинается чуть выше. К ней можно добраться несколькими способами. Самый популярный – гондольный подъемник, и именно у него собираются те пресловутые очереди. Подняться к трассам можно и иначе – на специальном автобусе, ски-бас или такси. Тут очередь будет уже в 5 раз короче. Для владельцев ски-басов ски-бас и подъемник бесплатные. Работать они начинают с 8.30 утра. Высокий сезон, к 10-11 часам очередь становится непристойно долгой, поэтому лучше приходить заранее. На обратном пути очередей, как правило, нет. Все дело в том, что спуститься с горы в город можно на своих двух по несложной дорожке, которая именуется как ски-рот. Протяженность трассы более 10 километров. По сложности трасса приравнена к голубой, но так как маршрут частично пешеходный, то на карте маркируется оранжевым цветом. Если вы неопытный лыжник, мечтающий прокачать навыки, вам сюда. Это самая простая трасса на курорте. К другим несложным спускам я бы еще отнесла трассу номер 10. Все остальные маршруты больше подойдут для опытных лыжников. Всего курорт может похвастаться 17 трассами. Одна черная, 8 красных, 6 синих и 2 ски-рода. Суммарная длина маркированных трасс 75 километров, но, по-моему, данная цифра несколько завышена. На курорте работает 15 подъемников. Один гондольный, 9 крейсерных и 5 бугельных. Но, само собой, все вместе они работают редко, поэтому не забываем про онлайн-табло на официальном сайте курорта. Все трассы хорошо оборудованы и подготовлены как для естественного снега, так и искусственного снежного покрытия. Ну и, конечно же, главные артерии могут похвастаться неплохим освещением, благодаря чему ночная каталка на курорте, как и в воровце, достаточно популярно. Неплох курорт и для фрирайдеров. Покорение белоснежного пика Тодорки является любимым развлечением для любителей экстрима. Сердцем всего курорта считается плато Поляда Бандеришко. И нет, Степан Андреевич к названию никак не причастен. Бандеришко – это такая тусовочная зона, куда прибывает гондола, ски-буз и большинство трасс. Поляна – это, по сути, перевалочная база, где туристы могут отдохнуть, перекусить, поваляться, ну или же просто потанцевать. Неизменным центром притяжения внимания является вот этот мимишный хаммер, который сочетает в себе роли главной фотозоны, тусовочного центра и символа Априски отдыха в Банско. Кстати, про Априсы. Банско считается самым молодежным курортом Болгарии. Благодаря наличию большого города, после каталки туристы будут ждать многочисленные рестораны, дискотеки и бары. Поэтому, если ночная жизнь на горнолыжном курорте для вас важна, то Банско – это ваш выбор. Здесь найдется огромный список крутых современных заведений, как для детей, так и гостей постарше. Ночная жизнь Банско заслуживает отдельной похвалы, благодаря чему многие туристы приезжают на курорт не для каталог, а просто для того, чтобы провести время в местных горячих клубах и барах. Дополнительный бонус курорта – термальные источники. Их тут не так много, как в Сапаревой бане, но тоже имеются. Несколько неплохих отелей с открытыми бассейнами готовы порадовать туристов минеральной водичкой в любое время года. Для посещения их вы можете заглянуть, например, в соседний городок Добринеште или в село Баня. Если вас интересуют более классические городские развлечения, то можете забежать на местный лыжный каток, который разместился в южной части Банска. Отличное место, где можно провести время всей семьей. Основным же развлекательным центром в городе является вот этот перекресток, а самым популярным заведением расположенный здесь бар «Джинджер». Ночью вся улица загорается разноцветными огнями, и на праздники и на Новый год здесь царит безудержное веселье, хлопушки и фейервер. Не менее интересно в городе проходит и фестиваль кукеров, когда толпы народа, наряженные в шкуры и мистические костюмы, проходят по улицам Банска. Кукеры появляются на улицах города 1 января, на Масленицу и ряд других праздников. В древние времена фестиваль проводили с целью изгнания злых духов и обеспечения будущего урожая. Но это было много лет тому. Сейчас же это просто веселый туристический праздник. Правда, кукеры – это не какой-то местный эксклюзив. Подобные праздники проводятся и в других городах Болгарии. Например, на горнолыжном курорте Помпорова – это самый уникальный горнолыжный курорт страны. Он расположился в сердце Родобских гор на высоте 1650 метров у подножья горы Снежанка, где, согласно стародавним мифам, жил легендарный певец Орфей. Курорт расположен в 260 километрах от Софии, что значительно дальше, чем все остальные курорты. С другой стороны, от Помпорова до Пловдива, где также расположен международный аэропорт, всего 85 километров. Поэтому в целом добраться сюда не составит проблем. Так в чем же уникальность курорта? У него много изюминок, но основных, пожалуй, три. Первое – это его география. Помпорова – это самый южный горнолыжный курорт, причем не только Болгарии, но и всей Европы. Отсюда до Эгейского моря по прямой всего 70 километров. Вы когда-нибудь отдыхали на лыжном курорте с видом на море? А в Помпорова это возможно. Вторая особенность – это высота курорта. Снежанка уступает по высоте горам Банска и Боровца на солидных тысячу метров, благодаря чему местные трассы сильно отличаются от собратов. Здесь нет сильных ветров и голых заснеженных пиков. Склоны Помпорова обильно покрыты могучими соснами, что очень круто сказывается на антураже трасс. Правда, с другой стороны, благодаря малой высоте гор и южному расположению, снег здесь держится намного хуже, чем в Банска или Боровце. Поэтому сезон в Помпорова один из самых коротких – с середины декабря и до начала апреля. Благодаря снежным пушкам он, конечно, продлевается, но захочется ли вам кататься под дождем – это вопрос. В общем, если собрались в Помпорова, то внимательно присматривайтесь к прогнозу погоды. Здесь это не лишнее. Ну а третья особенность курорта – это хитрая форма его трасс. Давайте, пожалуй, поясню. Обычно горнолыжный курорт – это несколько высоких склонов, с которой все трассы стремятся на одну поляну, где и формируется сам курорт. А вот в Помпорова все наоборот. Здесь есть одна симпатичная гора снежанка, на которой начинаются все трассы. Но оттуда они дружно разбегаются во все стороны и заканчиваются уже в разных поселках. Помпорова просто один из них, причем не особо-то и центральный, – благодаря чему, в отличие от остальных курортных городков, никакого городка тут толком-то и нет. Курорт Помпорова есть, а вот города Помпорова – нет. Поэтому, и скорее всего, приехав на курорт Помпорова, ваш отель фактически будет находиться в каком-то другом населенном пункте. Отели, рестораны и развлечения здесь не собраны в одном месте, а равномерно растянуты вдоль горного серпантина. В общем, место действительно особенное, а потому и мы уделим ему сегодня особое внимание. Причем особенности начинаются еще на подъезде к курорту. Дорога поведет нас через широкое высокогорное ущелье. По пути нам будут встречаться множество интересных туристических городков и достопримечательностей. Например, вот это уникальное фортификационное сооружение, которое разместилось на высокой скале прямо над дорогой к Помпорова. По пути на курорт невозможно не полюбоваться такой красотой. Осенова крепость впервые была воздвигнута еще фракийцами. В 13 веке она прошла серьезную модернизацию, но позднее была разрушена османами. До наших дней полностью сохранились лишь крепостной монастырь. Почему османы не разрушили его, непонятно. Но не будем отвлекаться, движемся дальше. Следующей остановкой на маршруте станет поселок Чапиларе, с которого фактически и начинается курорт Помпорова. Городок небольшой, но очень живописный. Из Чапилар до подъемников Помпорова всего 15 минут езды на машине. Поэтому многие туристы арендуют жилье именно здесь. Цены намного дешевле, а инфраструктура значительно лучше. Плюс у городка есть еще один секретик. Гора Мечичал. Почему-то многие сайты выделяют гору как отдельный горнолыжный курорт. Но это не так. Мечичал входит в состав горнолыжного курорта Помпорова. У них один хозяин и один скипасс. Убедиться в этом можно, зайдя на официальный сайт курорта. Многие об этом не знают и выпускают гору из вида. А зря. Во-первых, от Мечичал можно легко добраться к основному курорту на бесплатном скипассе. А во-вторых, место настолько нераспиаренное, что здесь даже в разгар высокого сезона почти нет людей. Вместо того, чтобы часами стоять в очередях в Банско, вы можете просто приехать сюда и укататься вдоволь совсем без людей. По высоте гора Мечичал лишь немного уступает снежанке. Она возвышается над уровнем моря на 1873 метра. Наверх можно подняться на четырехместном кресленном подъемнике, который по пути оборудован одной посадочной станцией. С вершины вниз ведут пять трасс. Одна зеленая, одна синяя и три красные. Правда, учтите, что трассы между собой переплетаются, так что по факту их скорее две, чем пять. Наверху и на посадочной станции нас будет ожидать небольшая развлекательная зона. По сути, это все. Больше здесь ничего нет. В перспективе нам обещают соединить Мечичал с основным курортом-подъемниками. Ну а пока его нет, отправимся к основной части курорта на авто. Но начать знакомство я предлагаю не со склонов, а с более практичного момента – выбора отеля. На всех других курортах над выбором отеля я бы долго не раздумывала. Берите тот, что поближе к подъемникам, а все остальное не так важно. Но Помпорово – это иной случай. Как вы уже знаете, подъемники сильно разбросаны между собой, поэтому единого правильного места для отеля тут попросту нет. Вторая проблема состоит в том, что нету и единого центра развлечений. Это не Банска, где куча дискотек в пешем доступе. Помпорово – ночная жизнь крайне скучная. Нет, конечно, тут есть тусовочный центр «Студенец». Имеются барчики, рестораны. Временами тут даже устраивают вполне неплохие вечеринки с диджеями, пиджейками и собаками. Отдохнуть, конечно, можно, только вот в реальности «Студенец» слишком мал, чтобы вместить всех гостей курорта. А потому при выборе отеля я бы порекомендовала выбирать не тот, который ближе к центру, а тот, где для гостей предоставляют больше услуг. Во время отдыха я отметила для себя отель «Форест Нук», что в переводе означает «Лесной уголок». В целом, название хорошо объясняет его месторасположение, так как находится он на самом краю курорта на живописной лесной поляне. С учетом того, что я отдыхала в компании детей, то временами было достаточно круто выбираться на прогулочку в лес и дурачиться там на пушистом белоснежном снежке. Технически, отель разрезан на три сектора. Верхний и нижний комплексы, а также мажорная зона с вилами. Нам же достался большой семейный номер на седьмом этаже в шестиэтажном нижнем комплексе. Про номер долго рассказывать не буду. Санузел, гостиная и пару спален. Но меня, само собой, больше всего порадовал балкон, на котором нашлось место для двух кресел, мангала и достаточно неплохого вида на горы. Не знаю, как в других номерах, но из нашего, благодаря последнему этажу, обзор открывался просто обалденный. Наш номер был оборудован кухней, но в реальности мы ей почти не пользовались. Проживание в отеле предусматривает двухразовое питание в формате фуршет. При заселении вам выдают гостевой браслет, но в дальнейшем его нигде не проверяют. Завтраки в ресторане оказались очень даже на уровне, поэтому на дополнительные рестораны в середине дня нам тратиться не особо было и нужно. Ужины тоже были неплохими. Правда, немного напрягало, что все напитки, включая обычную воду, вечером платные. Противовес этого нашелся и бонус – атмосферное музыкальное сопровождение в национальном стиле. В Форест-Нук имеются и другие плюшки – детская комната, кинотеатр, вип-зал и игровая. Но все они платные, поэтому мы их услугами не пользовались. Мне больше всего понравился местный спа-центр. Временами было весело, когда в лифте одновременно пересекались гости в купальниках, идущие в спа, и тут же засниженные лыжники, только что прибывшие со склонов. Без улыбки такие встречи, как правило, не обходились. Спа находится на самом нижнем этаже нашего комплекса. Здесь найдется большой бассейн, панорамный вид, три сауны, хамам классика и инфракрасная, но и несколько платных плюшек в виде джакузи и миниатюрных пираний. Также здесь имеется и спортзал, но после целого дня на склоне мне туда совершенно не хотелось. Куда приятнее было развалиться на шезлонгах и наблюдать за тем, как детки резвятся в тепленькой водичке. Кстати, про склоны. Отель может похвастаться собственным центром аренды снаряжения, своими инструкторами и бесплатным трансфером до зоны студенец. Правда, особой выгоды арендовать амуницию в отеле нет. Цены плюс-минус такие же, как и в других уголках курорта. Аренда комплекта порядка 17 евро в день. Только вот арендуя амуницию непосредственно на склоне, вы добираетесь туда в привычной обуви. А если принарядились еще в отеле, то будете вынуждены шататься в амунировании целый день. В теории на территории отеля есть личная горка и свой учебный подъемник, где при наличии экипировки можно было бы проводить занятия. Но вот только во время моего посещения подъемник не работал. Поэтому горка была пригодна лишь для того, чтобы покатать с нее на плюшках детей. А вот бесплатный трансфер – это крутое практичное решение. Все же вы на отдыхе. Каждый день отгребать машину от снега, нервничать на горной дороге и платить за городскую парковку – не лучшая идея. Правда, учтите, что трансфер из отеля не доставит вас непосредственно к подъемникам. Он высаживает туристов на посадочной парковке, откуда вам еще метров 200 придется топать вверх по крытому переходу, что в лыжных ботинках проделать тот еще квест. Зато теперь мы наконец-таки добрались до склонов и готовы начать катание. Курорт способен похвастаться 19 трассами различной сложностью и 13 подъемниками. Один эскалатор, 5 бугельных и 6 кресельных. И еще один – волшебная бульбашка. Но про нее я, пожалуй, расскажу детальнее чуть позже. А пока вернемся к трассам. Нас ждут 30 километров хорошо оборудованных маршрутов. 4 черных, 5 красных, 8 синих и 2 зеленые трассы. Правда, так как я катаю словно боженька, то мне зеленая трасса, конечно, ни к чему. Так, стоп, это же не я. И это не я. Снова не я. А, вот же она, я. В общем, так как кататься я не умею, то длинная и хорошо оборудованная трасса для новичков стала для меня просто находкой. Да и детям учиться на ней очень понравилось. В общем, за данную зеленую трассу ставлю Помпорова большущий жирнющий плюс. Зеленая трасса номер 6 является самой длинной на курорте. И это такая себе киллер фича Помпорова. На всех других курортах трассы для новичков, как правило, короткие и находятся внизу склона. Такие себе лыжные ясли. Профи тусуют и на вершине горы, а молодежь внизу. Помпорова же все иначе. Здесь самая детская трасса начинается ровно с той же площадки, что и все остальные. Хочешь на черную трассу? Поднимайся на вершину снежанки. Хочешь на зеленую, синюю или красную? Тебе тоже сюда. Этот курорт как бы выравнивает всех гостей между собой. Даже если вы с друзьями находитесь на разных уровнях катания, то вы все равно можете вместе забираться в один подъемник, отдыхать в одних и тех же кафе, а вот спускаться вниз уже по разным склонам. По-моему, достаточно круто придумано. Кстати, про кафе. Они здесь найдутся на каждой из перевалочных станций. Тут вам и бургеры приготовят, и глинтвей нам угостят, и даже вот молочный коктейльчик для детей забацают. Но это не изюминка. Обычный горнолыжный сервис. Правда, на курорте найдется и одно поистине особенное заведение, которое легко утрет нос всем остальным горнолыжным курортам Болгарии. Только добраться туда не очень-то и просто, ведь находится оно не на земле, а в воздухе. На верхней площадке местной телебашни, которая, как корона, украшает верхушку горы Снежанка. И если в Банско все взгляды туриста привлекает цветастый хаммер, то здесь его место занимает вот эта красивенная телебашня. Башня, как и сама гора, именуется Снежанка, что в переводе означает Снегурочка. Эта красотка имеет высоту 156 метров и была возведена в 1973 году. В пасмурные дни ее вершина скрывается за толстым покрывалом облаков. Но вот в ясные деньки смотровая площадка обнажается и награждает любопытных туристов умопомрачительным видом на все 360 градусов. Такой шикарной смотровой площадке не может похвастаться ни один другой курорт страны. А потому подняться сюда я настоятельно рекомендую. Помните, я обещала вам вид на море? Он открывается взору как раз с этой смотровой. Если верить местным, то в ясную погоду с нее можно любоваться прекрасным побережьем Греции и водами Эгейского моря. Так, давайте это проверим. Открываем гугл планету. Смотрим. А ведь не соврали болгары. Так оно и есть. Вот эта еле заметная полоска на горизонте, это и есть море. Чтобы полюбоваться им подетальней, тут даже специальный бинокль при мастили. Правда, в дни моего путешествия зверек подмерз и наотрез отказывался работать. Но и без него панорама со смотровой открывалась просто прекрасная. Чтобы подняться наверх, туристу придется воспользоваться лифтом. Стоимость невысокая, 3 евро. На верхушке башни находится смотровая площадка, а вот под ней тот самый ресторан, в который я обещала вас сводить. Ну что ж, идемте. Кухня здесь классическая. Какими-то изысканными деликатесами побаловать не сможет. Но при наличии столь потрясающего вида и неплохого местного винишка, даже обычная пицца покажется вам просто божественной. Ну а вообще, если хотите национальных изюминок, то порекомендую заглянуть в один из более приземленных ресторанов Помпорова. Если трапезничаете там, то порекомендую обратить внимание на местную родопскую кухню. Побывать здесь и не попробовать болгарских деликатесов было бы преступлением. Классическим национальным блюдом здешнего края относятся пирог родопская баница, жареная свинина каварма кебаб и зажаренный на огне баранина чеверма. Обязательно отведайте. И не забывайте про местные вина. Глинтвейн из них получается просто отменный. Телебашня Снежанка со временем стала таким себе внегласным символом курорта. Ее видно за много километров, и она же является своеродным маяком для любителей покатать фрирайд-трассы. Плато, на котором она находится, называется аналогично Телебашне – зона Снежанка. Вообще, географически весь курорт поделен на несколько разных зон. В центре всего – наша Снегурочка. Но с разных склонов горы, там где спускаются лыжные трассы, образовались еще несколько других разнообразных зон. Перемещаться между ними напрямую достаточно накладно. Почти все коммуникации проложены как раз через вершину. Поэтому туристы, как правило, выбирают для себя несколько зон, между которыми проводят весь отдых. Ну что ж, давайте разберем их все по очереди. Вторая по популярности зона – это Студенец. Она разместилась ровно посередине зеленой трассы, и тут же сосредоточена основная тусовка курорта. Здесь находится много лыжных школ, прокат снаряжения, кафе и бары, и в этой же точке сходятся много подъемников, а потому здесь тусит очень много лыжников. Если хотите найти на курорте очереди, то приезжайте именно сюда. В общем, подниматься наверх на подъемнике Студенца – это главная ошибка, которую может совершить турист. Помпорово – это же особенный курорт. Здесь все подъемники все равно привезут вас на ту самую снежанку. Зачем всей толпой кучковаться в одном месте? Ума не приложу. Ведь можно съехать еще километр вниз по любой из трасс и без толпы сесть на опустующий подъемник. Но нет, почему-то люди любят толпиться именно здесь. Я бы порекомендовала посещать Студенец исключительно ради досуга. Но никак не ради подъемников. Здесь всегда веселая компания, есть санки для детей, вкусненькие бары. А еще здесь тусят вот эти мимишные создания. За символическую плату вас весело могут прокатить по кругу в столь шумной и веселой упряжке. Сама я не пробовала, но детям это удовольствие доставило просто потрясающие эмоции. Хотя, если не хотите тратить денежку, то никто не запрещает вам подойти поближе и немного потискаться с пушистиками совершенно бесплатно. Заряд позитива вам точно гарантирован. Так, что-то я опять увлеклась и возвращаюсь все-таки к обзору. Между Снежанкой и Студенцом есть еще одна промежуточная зона. Это Язавира, где сходится несколько трасс и по задумке тут должно было возникнуть несколько крупных отелей. Но ковид, похоже, подрезал планы инвесторов, поэтому на сегодня поляна может предложить туристу, лишь несколько не достроив до парочку кафе. Потусить немного можно, но в целом ничего особенного. Двигаемся дальше. Внизу зеленой трассы нас ждет еще одна популярная зона – Малина. В переводе, думаю, этот термин не нуждается. Похоже, что летом сюда нужно приезжать за ягодами. Зимой же зоне тоже есть, что предложить. Лыжников порадует местный подъемник. Обычная креселка, но при этом очередь здесь в пять раз меньше, чем на Студенце. А еще, кстати, тут имеется вот такой раритетный одноместный подъемник. Забавная штукенция. Почему он еще не в музее? Ума не приложу. Основная специализация Малины – это обучение лыжников. Здесь находятся самые лучшие лыжные школы курорта. Для обучения маленьких лыжников выделено несколько зон и профессиональные инструкторы. Тут имеются и лыжные ясли, куда готовы принять даже самых маленьких лыжников. Мамы часто оставляют здесь пупсов, а сами отправляются покорять местные склоны. Для взрослых туристов найдется несколько тематических кафе в национальном болгарском стиле. А еще имеются удобные кресла, на которых так приятно развалиться, пока разглядываешь окрестности с высока. А еще тут имеется полноценный производственный центр по созданию именных сувениров. Хотите себе какую-то мелочь на память об отдыхе? Вам сюда. Кстати, именно сюда отправляется скейбас в зону Мечичал. Поэтому Малина – это такой себе логистический центр курорта. В общем, зона достаточно интересная и спокойная. Присмотреть отель неподалеку – достаточно неплохая идея. Ну, а мы движемся дальше. На курорте еще много разных зон. Есть тут и Смолянские озера, Орловец, ну и сам центр Помпорова. Но в целом они достаточно проходные. Орловец – это такая пересадочная трасса прямо на горной дороге. Тут можно взять амуницию и на кресельном подъемнике без очередей добраться до студенца. В целом, конечно, рабочий лайфхак, но ничего особенного. Центр Помпорова мне тоже не очень понравился. По сути, это одна большая парковка, где всегда шумно и много людей. В теории тут присутствует некая концентрация отелей, магазинов, ресторанов, но все как-то не атмосферно. А про магазины я вообще молчу. Формально на курорте найдется аж два супермаркета. Не Лидл, конечно, но тоже типа сетевые маркеты Аляска. В реальности это два маленьких магазинчика с ценами в три раза дороже от соседних Чапилляр и в пять раз дороже от ближайшего крупного города. В общем, если вы собрались в Помпорова, то порекомендую все продукты, вещи и особенно крепкие напитки лучше закупать вне курорта. Сэкономите целое состояние. Ну и последняя зона, про которую я хотела бы вам рассказать, это Стойкетти. Тут, по сути, самая удаленная зона курорта, а потому она обладает одной крутой особенностью. Ну а для тех, кто не любит стоять в площади и не хочет ждать, есть один классный лайфхак. Достаточно объехать гору с другой стороны и заехать со стороны поселка Стойкетти. И вуаля, выходной день, воскресенье, а очереди практически нету. В общем, мотайте на ус. Прыгайте в машину и приезжайте сюда своим ходом. Снаряжение, как я, можете взять с собой. Ну а если же арендовать его здесь на месте, особой разницы нет. Зона небольшая, но оборудована всем самым необходимым. Для детей местные рестораны готовы предложить детское меню и игривых пушистиков. Для родителей предложат крепкие напитки, а для вашего автотранспорта найдется парочка просторных парковок. Есть бесплатная вдоль дороги, а есть охраняемая за деньги. Выбор за вами. Главное прелесть зоны – это отсутствие толпы. Очередей здесь практически никогда нет. Я поступала так. Приезжала утром на Стойкетти, бросала машину и поднималась на подъемнике к вершине снежанки, где оттачивала умения на зеленой трассе в направлении зоны малины. Под конец дня вновь поднималась наверх и съезжала обратно к своему авто. К Стойкетти ведут две синие трассы 12 и 12А. В целом, если вы весь день простояли на лыжах, то к концу дня даже такой зеленый новичок, как я, готов будет по ним спуститься без падений и травм. Ну, почти готов. По дороге вам встретится крутая смотровая площадка, таблички с описанием окрестных гор и еще одна фотозона. Трассы достаточно живописные, мне очень понравились, а потому такой маршрут искренне рекомендую. Спуски в сторону Стойкетти – одни из самых длинных Помпорова и, соответственно, поднимаясь вдоль них, вас будет ждать самый длинный кресельный подъемник. Ну, а чтобы гости по пути наверх не замерзали, здешний шестикресельный подъемник оборудован закрывающейся капсулой. Это тот самый магический бабл, про который я обещала рассказать, вам ранее. Достаточно прикольное решение. На улице может бушевать непогода, а внутри сохраняется уют. 20 минут такой забавной поездки и вы у вершины. Стекло, конечно, мутноватое, но всю роль ветрозащиты выполняет на 5 баллов. Такая себе альтернатива классической гондоле. На этом, пожалуй, все. Со всеми курортами я вас познакомила, лайфхаками поделилась, а значит, самое время подводить итоги. На самом деле, каждый горнолыжный курорт Болгарии имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому порекомендовать один универсальный для всех у меня не выйдет. Банска отлично подойдет для любителей тусовочных курортов. Помпорово – хорошее решение для тех, кто только начинает знакомиться с горнолыжным спортом. Ну а Боровец – это такая себе золотая середина. Курорт достаточно массивный, а потому здесь найдутся трассы на любой вкус. В целом, про каждый из курортов я успела достаточно предметно рассказать в процессе видео. Ну а на тот случай, если вы что-то подзабыли, то я заготовила для вас небольшую сравнительную табличку. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok